Добрый день, дорогие друзья! Хотел бы вместе с вами сегодня порассуждать на такую тему, как можно ли верующему христианину бросать жребий и обращаться к Богу за помощью, когда он не знает, как поступить. Жребий описан в Библии в Старом Завете около 70 раз, а в Новом Завете около 7 раз. И Бог в Старом Завете, Он говорил людям о том, чтобы они могли бросить жребий при выборе животного для жертвы, жертвоприношения, при выборе земли, в частности ханаанской земли, при выборе ополченцев на войну. Также Он, Бог, говорил людям о том, чтобы люди бросали жребий для выявления виновного. Это описано в 1-й книге Царств, в 14-й главе, 41-м стихом. При выборе священника на служение, а также в ряде других моментов, описаны тоже жеребьевки. В Новом Завете нам известны, это когда войны бросали жребий об одежде Иисуса Христа. Описано это в Евангелии от Матвея, в 23-й главе, 35-м стихом. А также в деяниях книги святых апостолов, в 1-й главе с 26-го стиха описан жребий о Матвее, который был сопричислен к 11-ти апостолам и стал 12-м. Кроме того, многие христиане, они гадают имена или бросают жребий по Библии, открывая ее после молитвы к Богу на определенной, скажем так, странице и выявляя для себя что-то важное в этом месте. Так ли это? Нужно ли это делать? Конечно, большой вопрос. После того, как в день Пятидесятницы Святой Дух спустился на землю и ученики Иисуса Христа были крещены Духом Святым, людям Дух Святой стал тем, кто объясняет, разрешает их сомнения, споры и обращаясь к Духу Святому, верующие люди обязаны получать вразумление. Но не все люди, во-первых, крещены Духом Святым, а во-вторых, не все люди прибегают к тому, чтобы поститься или молиться продолжительное время, потому что у них, может быть, так складывается ситуация, что нет времени на долгое ожидание, а решение надо принять. Причем решения, они бывают самыми простыми. Одно из них я могу просто привести сейчас пример. Человек оканчивает школу, он молится, и он не знает, какой из факультета выбрать. То ли архитектурный, то ли медицинский. И он молится, и просит у Бога, и крутит монету, и выпадает то, что он ожидает. Что важно в этих рассуждениях? Прежде всего, человеку необходимо обращаться к Иисусу Христу. Это прежде всего. Второе. У Бога есть как сиюминутный ответ, да, человеку, так и по времени, по истечению определенного времени. Недооценивать возможности Бога нельзя, ограничивать его возможности тоже нельзя. Поэтому, когда мы рассуждаем о том, что получать ответ от Бога надо через сон, через посланного человека к нам, либо через чтение Библии, либо через какую-то жизненную ситуацию, то я просто хотел бы сказать, что ограничивать возможности Бога не надо. Не надо. Поэтому, Бог может ответить как мгновенно, так и по истечении определенного времени. Но в любом случае, Богу все возможно. И поэтому, необходимо в вопросах жребия подходить очень-очень осторожно. Не говорить сразу «нет», но и не прибегать к этой методике регулярно. Вот такие небольшие рассуждения хотел бы предложить и вам, что думаете вы на эту тему. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok